Значит, я сразу отвечу на вопросы, ну вот тут, да, пройдусь я, чтобы было понятно, тогда отвечу. Значит, по организации вывоза мусора, ну я буду отвечать за свое предприятие, за предприятие ремонта Запорожья, которое занимается вывозом. Значит, мы, ну тут как бы организация вывоза и график вывоза, он перекликает. Значит, мы работаем по заявке клиента, по, согласно договору. Если договор заказчик прописывает вывозить нам мусор 3 раза в неделю по каким-то дням, мы, значит, вывозим 3 раза в неделю. Так гласит закон о предприятии. Главенствующее здесь договор между нами и предприятием, без разницы, это ЖСК, ОСМД, или будем говорить, квартальный комитет. У нас со всеми есть довольные отношения, или какая-то, будем говорить, там, ООО, или другая структура, согласно заявке, согласно договору. Вот договор и прописано количество дней вывоза мусора, какие дни, в эти дни мы оказываем эти услуги. Вы сейчас скажете, что, я вот слышал уже ответы, что больших претензий к нам по вывозу нет. Значит, наша задача как предприятия, вывезти то, что находится в контейнерах, и тот мусор, который при по-русски просыпался. Законтейнерные площадки, это собственность прежа, весь крупный габарит, листва, вот эти там мешки со строительным мусором, это вопросы будем говорить прежа. Хотя, я должен сказать, по строительному мусору, по закону, каждый житель обязан индивидуально его вывозить, или оплачивать прессу. Что, к сожалению, не делается. И вы обратите внимание, что когда вынесли строительный мусор, на нем сразу образовывается стихийный свал, вот этих мешков. Если бы человек добросовестно относился, будем говорить, как гражданин, как патриот Запорожья, своим моральным отношением, сделал ремонт, заказал, в этот день вывезли, этого бы не было. Потому что, прекрасно понимаете, там, где уже есть кучка, туда начинают кидать все, туда уже несут диваны, кровати, и сверху закидывается все бытовый мусор. Наши предприятия оказывают услуги по вывозу строительного этого мусора. Я могу сказать, что вывезти строительный мусор, в среднем цена, если с нашей погрузкой, где-то 150 гривен. Думайте, 150 гривен на сегодняшний день. Деньги? А ремонты, какие я делаю? Десятками тысяч. В этом отношении здесь, как бы, людей. И самая главная проблема наша в том, что наша законодательная база, к сожалению, на сегодняшний день, ну, она не то, что недоскональная, но она, как бы, ну, я вам приведу простой пример. Вывести машину мусора в посадку, и поймали человека, да? Его могут оштрафовать максимум 51 гривен. Ну, от выговора до 51 гривен. А вывезти на полигон, это стоит, порядка, машина, где-то 170 гривен. Просто, чтобы было понятно, как бы, штрафные санкции и это. Я могу привести простой пример. В Китае, в Пекине, когда была Олимпиада, за то, что плюнул на асфальт, там, по-моему, 100 долларов штраф или. В Индонезии, за то, что там жвачку-то выплюнул, там тоже штраф, или мусор выкинул, 80 евро. Знаете, у нас, к сожалению, я хочу сказать одно единственное. Знаете, вот, большинство людей, это где-то 95%, хотят жить в чистоте. А 5% портят это все. Вот, если бы была законодательная база, я вот говорил, что во времена советской власти, хоть говорят, там, какие они не были, но за то, что вы, аккурат, выкинете мимо урны, вы могли получить 15 в суток. На сегодняшний день, вы обратите внимание, будут стоять 3 урны, 33 урны будут стоять, но наш человек кинет мимо. Если у нас на заборе написано, не влезать, он обязательно надо влезет. Приезжала общественная организация, американцы, ну, вот, вы слышали, они были, говорят, с полковами. Я задал вам вопрос, сколько у вас стоит за то, что выкинуть бумажку с машины? Вдумайтесь в цифру. Тысячу долларов. Тысячу долларов. К сожалению, у нас, как говорится, вот этих нерадивых товарищей, нету нормальной законодательной базы, чтобы их поставить на место и сказать, что ты не прав. На сегодняшний день у нас спалили более 80 контейнеров. Контейнер не загорится от того, что там афоры кинете, спичку кухни кинете. Это целенаправленно, наши будем говорить, сознательная или золотая молодежь решили посмотреть, как оно будет гореть. Да не будет он гореть, он плавится. Он сделан так, чтобы не гореть, он не будет гореть факелом. Есть же пожарная безопасность. Но это тоже предоставляет нам ущерб и урон и так далее. По тарифам и по нормам накопления. Значит, по графику я ответил, по тарифам, как бы, ну, пересекаются тарифы, норма накопления. Значит, норма накопления на сегодняшний день на одного жителя 1,55 метр кубический в год. 1,55. Кто хочет записывать, это я вам сказал, по высококвартирным городам, 9,5,5,5. Дальше идут, там, есть норма с печным отоплением дома, которые еще есть и так далее. Там чуть выше. Ну, с печным отоплением 2,03 куба на квадратный метр. Тариф у нас на сегодняшний день 23,38 для населения. Это с НДС. Это тариф с НДС. Для примера я взял вот тут выпуск, я могу вам провести. Нормы накопления и тариф городов, ну, будем говорить, таких, как город Запорожье. Днепропетровск. Население 32,88, 2,01 метра кубических нормы накопления. Донецк 32,68, 1,55, ну, как у нас в городе Запорожье. Кременчу 27,59. Норма 1,38. Вот я вам примерно взял выборку суммы 35,1,65 метра кубических. Это я взял вам, даже тут взять Ужгород, 28,51, 2,1 метра кубических. Насколько я знаю, в Ужгороде проблема с полетом. Это я вам взял сравнительную характеристику на сегодняшний день по тарифам и по норме накопления. Мы будем говорить, среди городов, близких к миллионнику, мы находимся где-то на последнем месте. Я не беру там маленькие города, потому что там плечо перевоза меньше, территория меньше. Очень много сказывается за плечо перевоза. Тоже вопрос, который вы знаете, что был закрыт полигон полигона номер 2 на правом берегу. Он закрыт рекультивированный, согласно требованиям и нормам закона. Мы на сегодняшний день не получили новый полигон, новый участок земли. По полигонам закладывается несколько вариантов отведения его. Но вся проблема теперь сложилась с тем, что весь мусор, который находится на правом берегу, мы вынуждены перебрасывать на левый берег, на улицу Базово. Вы знаете наши 22 моста, которые находятся в городе Запорожье, через которые их можно проехать как по автобану. Соответственно, там мусоровозы стоят в пробках и подолгу, что, конечно, влияет на то качество предоставляемой услуги. Потому что запрограммировать, сколько он простоит на мосту, вы сами знаете, кто ездил туда, кто или живет там, знаете эту проблему. Но и что я хочу сказать, конечно, один полигон для такого города, это, ну как бы, неправильно. Потому что, имея почти миллионный город, имея один полигон, он за собой влечет в большие проблемы. И в том плане, что мы исчерпываем его, ресурсы этого полигона, и как бы не имеем никакого задела. Ну и плечо перевоза, а это все тариф. Чтобы было вам понятно, в тариф входит, тут стоимость ГСН, но это бензин масла, это 33%. Соответственно, чем дальше мы будем возить, тем больше мы будем платить, как жители, и я в том числе, как жители этого города, и так же площадок в плане. Соответственно, так же площадок в городе. Тот вопрос, который у нас может возникнуть по пластику, стеклу, что вот раздельный идет, начался раздельный сбор мусора, там, где мы выставили контейнера, он не входит в оплату. Это не считается. Прежде всего нам подписывают только то, что было вывезено, остаточного мусора, не сортированного. Значит, ну на сегодняшний день я говорил, что мы 3,5 тысячи контейнеров расставили. Дальше мы планируем еще выставлять, и где-то к августа месяца с концу августа закрыть весь город раздельным сбором мусора. Задают мне вопросы по ЖСК и ОСНД, значит, мы тоже будем там ставить контейнера, такие же пластмассовые, как во всем городе. И будем ставить так же бесплатно, как и жителям города. Поэтому сейчас, как бы, ситуация, нам надо, вот мы забиваем районы. Понятно, где-то мы набиваем ШСК. Вы поймите правильно одно единственное. Идущие всегда ошибаются. Мы идем. Мы пытаемся что-то сделать. Продолжение следует.